В ночь на среду в три часа во дворе многоэтажного дома при подозрительных обстоятельствах сгорел малолитражный автомобиль. Иномарку владелец припарковал под окнами высотки накануне вечером. Проснуться глубокой ночью автовладельцы заставили предупредительные звуки брелока охранного комплекса. Мужчина выглянул в окно, но ничего подозрительного не заметил. А ещё спустя 15 минут пульт сигнализации оповестил владельца о полноценной тревоге. В этот момент Toyota Vitz разгоралась, причём с угрожающей скоростью. К приезду пожарных от малолитражной машины осталось примерно половина. Причём не самая ценная. Двигатели передней части салона полностью уничтожены пламенем. Движение огня по кузову удалось остановить, но на ликвидности Toyota это уже никак не отразилось. Кое-какие деньги за неё ещё можно выручить, распродав заднюю часть иномарки на запчасти. Toyota сгорела не случайно. Во всяком случае владелец машины не исключает намеренный поджог. Краеугольный камень подозрений. Найден и около автомобиля дешёвый мобильный телефон. Не исключено, что его обронил поджигатель в спешке убегавший от разгорающейся машины. Трубку, как возможную улику, передали полицейским. На эту машину семья копила деньги очень долго. Свой первый автомобиль хабаровчанам удалось купить без обращения в банк. С места происшествия Евгения Куликова, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.